Доброго всем дня, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик по игре Последний день на земле. Не так давно в интернете появился ролик, где парень полностью собрал чоппер, он показал, как он на нём катается, он показал, как в него засовывает вещи, и меня этот ролик действительно заинтересовал. Конечно, многие группы ВКонтакте, там, по ЛАЗДНФ, выдают эти ролики за свои, но на самом деле ссылочку на ролик этого парня я оставлю в описании, я понятия не имею, разработчику, ну или кто, но у него реально какая-то другая версия игры, и он на ней вот чоппер собрал, у него куча там энергии, то есть, ну что-то типа взломки, но она уже какая-то обновлённая, что ли, ну я, короче, не понимаю, то есть, давайте запустим этот ролик и посмотрим. Кто хочет, также в описании есть ссылка, и можете тоже посмотреть там. Там я говорить не буду, там только звуки чоппера, и вы можете уже полностью насладиться тем, как будет работать чоппер. Ну давай, уже собирай свой чоппер, и уже посмотрим, как это всё будет выглядеть. Вот он его завершил, вот у него синий такой чоппер, сейчас он побегает, кого-то там поубивает, но этот момент я, скорее всего, перемотаю немножко, потому что он зомби сейчас будет убивать. Ну и всё, он заходит в менюшку чоппера сейчас, и видите то, что здесь есть топливо, и тут есть три слота для багажа, то есть, ну, я могу туда что-нибудь сложить. Он нажал на кнопочку драйв, и никакой анимации того, что мы тащим свой чоппер куда-нибудь за локацию нет, то есть, мы сразу можем в менюшку зайти и куда-то отправиться. Но когда мы уже будем приезжать в какую-то локацию, там уже будет эта анимация, и он выбирает вот этот вот лёгкий лес. Нормально так тратится, кстати, топливо, так же, как энергия, можно сказать, только уже постепенно, а не сразу всё. Ну что, вот мы входим в локацию, сейчас уже будет анимация того, как он будет заезжать на своём чоппере, такой крутой, весь пафосный. Очень долго идёт загрузка, и качество ролика, кстати, тоже не особо крутое, это немного напрягает. Вот ещё эти артефакты тоже немного на ролике, есть пиксели вот эти неприятные. Если бы было качество реально хорошее, можно было, ну, прям насладиться, но, увы. Также выхлопная труба, всё это, анимация есть, этот вот дымок из-под колеса. Всё это очень круто, и как он заезжает в локацию, тоже очень прикольно выглядит. Быстрее бы уже в игру добавили этот чоппер, было бы тоже интересно посмотреть. Ну, сейчас он тут будет, походу, немножко валить чуваков, которые в локации находятся. Ну и вот, вот сейчас он засовывает в багаж немножко вещей, но, как видите, только три слота. Да, хотя мы туда засунули аж три рюкзака, но что-то как-то не особо. Ну, хотя, по идее, давайте сейчас мы приглядимся. На этом чоппере вообще есть эти сумки, которые висят, когда ты собираешь эти рюкзаки? Сейчас он куда-то ещё в другое место отправится. Вот у него сейчас 50 топлива, и он отправляется в красную локацию от зелёной. И сколько топлива у него всего потратится? Давайте посмотрим примерно. Вот мне тоже интересно это. Так, тратится, 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 тратится. Он уже приехал, до сих пор тратится, и в итоге потратил 44 топлива. То есть, ну, блин, топливо реально жёстко тратится. А вот сейчас у него топливо закончилось, и уже идёт всё по времени. Он это всё с помощью своей миллионной энергии восстанавливает и добегает до той локации, в которую направлялся. Вообще, такая взломанная версия, капец, столько денег, столько энергии, я такого ещё никогда не видел. Прям уж совсем много. Ну и сейчас уже другая будет анимация того, как он уже тащит, получается, ну, с пустым баком чоппер. То есть, давайте сейчас на это всё посмотрим. До сих пор загрузка идёт, что-то так долго. Ну-ну-ну, грузись уже, что ты. Ну вот он тащит этот опустошённый чоппер, и вы видите то, что, ну, топливо в нём полностью закончилось. Сейчас он тоже повалит других чуваков, и на этом ролик подходит к концу. Я не знаю, пожалуй, как вообще туда топливо засовывать, но, скорее всего, вот в этот квадратик, где канистр, туда нужно засовывать канистру с топливом. Но я помню то, что разработчики писали по поводу канистр, они говорили то, что шанс на их выпадение они увеличат, когда добавят чоппер. Так что, мне кажется, то, что не так уж и тяжело будет это всё найти. Но пока за всё время игры я нашёл только три канистры, а играю я достаточно много. Ну, хотя в последнее время не так много, но всё-таки общее время у меня достаточно большой игры, всего лишь три канистры. Сами понимаете то, что это не особо круто. Так что, ну, не знаю, три канистры, это всего лишь 300 топлива. И если считать то, что от зелёной локации до красной 44 топлива, то, не знаю, намного вам этого чоппера даже и не хватит. Ну, то есть, с этим можно дальше разбираться. Можете также зайти, ну, по ссылочке в описании посмотреть этот ролик просто отдельно, ну, если кто хочет. Ну, я, в общем-то, вам и сейчас всё показал. Качества там лучше, естественно, не будет. Просто, знаете, я не знаю почему, но либо это разработчик какой-то снимал, либо что. Но качество здесь не особо крутое. Версия абсолютно взломанной энергии здесь, ну, реально, вы сами видели, несколько миллионов. Там монеток тоже так же. Ну, то есть, версия какая-то взломная, но она обновлённая. Также я хотел кое-что ещё посмотреть. Я забыл совсем про сумки. Да, кстати, сумки появились. И видите, получается, даже сумками чоппер будет у нас всего лишь на три слота. Но это не особо круто. Я даже не знаю, что туда можно будет засунуть. Когда чоппер добавят полностью игру, мы уже полностью его сможем рассмотреть. А пока только так. Ну, с помощью какого-то парня. Может, это разработчик, может, кто-то. Не знаю. Ну, в общем-то, на этом ролик подходит к концу. Надеюсь, он вам понравился. Просто информация достаточно крутая. Это всё тоже очень интересно. Как будет чоппер двигаться и так далее. Ну, всем огромное спасибо, ребят, за просмотр. Не забывайте про лайки, подписки, комментарии. Всем огромное спасибо, удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok